Мы находимся в село Клочки, приезжали сюда с благовестием, обошли дома, приглашали в храмы людей, но никто не пришел. И потом вот сейчас мы приехали к одной сестре нашей из Барнаульской общины, Нине Александровне Жолнировой. Она сюда переехала, с Барнаула, живет с мужем со своим здесь. Да-да-да, она мне не нужна. Вот это ее домик, Лебяжинская, 43 улица. Дары внести-то, подходи сюда. Вот. Я даромозец. Даромозец. Так, если что-то еще о воде там говорил. Там это в сумке. Помидоры, хлеб. Вон хозяйка, слышен голос. Тут уже у нас Надежда Васильевна. Мир вам! Мир, брат! Заждались уже, наверное? Да, проходите. Проходите. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Проходите, брат. Ну, благовестники у вас. Пришлите-то, Люба. Да-да. Проходите. Слава Богу. Володя, с миром. С миром. Дорогой. Проходите. Проходите. Аккуратно. У вас охрана даже есть какая. Да-да. Раздувать вот один. Да-да-да, проходите. Там вот. Да, вот туда на коврике и раздувать. Ох, а лес рядом. Сосновый лес рядом. Вот смотрите, прямо рядышком. Все так удобно, все уютно. Так все хорошо. И легкие родители тоже там рядом дома прямо на пушке леса. А у вас как с комарами здесь? А? С комарами как? Нормально все. Нормально. А сосновый бор здесь не так много. Да? Вот если и ловый там, а сосновый здесь не так. Будет комаров. А-а-а. Обычно так. В начале лета были, но как вот. Ну ладно, я так, интересно спросил. Комарами тут. А вот грибы вот прям вот за огородом. Вот выхожу вот. И вот тут вот грибы. Хорошо. Собираю. Сходила полтора часа, прихожу домой. Брыздочки. Ведро грыздей. Здорово. Вообще, я не перестаю удивляться. Я вот родилась и выросла здесь. И все равно я никогда не устаю, как вот, не перестаю удивляться. А вот ваш дом, где вы здесь? А вот рядышком, по той стороне. Да, вот два дома туда. То есть вы купили недалеко. А там кто-то сейчас живет. Там сестра моя живет. Да. И я, когда это такое получилось, что надо переехать, я говорю, ну если вот на нашей улице мы найдем, вот где я родилась и выросла, дом такой подходящий, чтобы немного работать, то я поеду. Ну и вот мы нашли сразу такой дом, но в нем работа оказалась очень новой. Мы все это работали. Ремонт, ремонт. Ну мы все-все переделали. Все переделали. За сколько взяли? Мы взяли за 450 и вот в ремонт у нас уже около 300 ушло. Вот какие цены. 450 это, ну как нормальная цена. В городе дачи столько стоит. Ну проходите. Проходите. Я вас заставлю просто. Проходите сами. Так, это я тут поставлю подогревать. Ой, тут все подряд не фотографирую. Вот тут вот, вот эту сторону. Ах, минута. А то ты ее не сделаешь. Добрый день. Пожалуйста, если фотографируем. Добрый день. Для истории. Чтобы были в гостях, да? Да, чтобы были в гостях у вас. Акунатный домик такой. Свет включить. Свет включить, ага. Или тот и другой. А Данина Александровна, видимо, сама делала, да? Нашивала иконы вот эти. Вот она. Свет с наушкой. Никита, ты где-нибудь тоже пристроишь? Ну, я с вами с вами сфотографирую. Ну, конечно. Ну, я только вот этот шпакочек одену, как надо. Она вошла, войдет, садитесь. И вы тоже. Она здесь войдет. А он деревянный домик, да? Да, деревянный. Деревянный. Не просто деревянный, а он, это... Теплый, да? Ну, бревенчатый. 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 В этом доме жили, он был лесник. Здесь дерево, из которого сделаны вот эти бревна, здесь все такое классное. Вот даже когда мы или критер первое, с чем мы столкнулись, когда поселились сюда, прямо в первый же день столкнулись с тем, что надо поменять проводку. У меня сразу выбило пробки, пробка сгорела. И мне этот... Тут пошла к нам, он говорит, да хорошо, что пробка сгорела, а то бы дом сгорел. А я думаю, так я еще не рассчиталась за дом. Да еще бы он сгорел. Сразу приглашать электриков. Все это ободрали, сняли. И наняли этих настоящих электриков. И они мне подвели, прямо уже новый мы все купили. Это мне обошлось недешево. И переделали вот электричество. Подвели новое все. А потом обнаружилось, что пол надо тоже... Пол, так вот он кромысыл. Ну, я и видела это. Но мне оно не нравилось. И я поговорю тут с одним родственником. Он говорит, придет к тебе парень. Вот что он скажет, то и сушайся его. И он тебе сделает. Он пришел... Мне буквально за полдня. Они мне переделали пол. Вот. Потом печку переделали. Вот она сейчас у меня... Видите, это она подготовлена у меня к этому... Кафелем его откладывать. Она уже готова у меня. Ну, в себе это поставил. Кафельной. Вот. Теперь что? Потом веранду. Подняли веранду. На фундамент ее поставили. Утеплили внутри. Внутри, там, под полом. Миша, сын, сымал весь пол. Доски там хорошие. Ну, с них жил. Все, вытащили на улицу. Там он утеплил все. Вот такой еще... Вот обложил он сначала. Потом такой толщиной землей этот... Обсыпал все это, засыпал все. Заваленьки. Заваленьки сделал это. А потом снова пол занес, поставил на место. Потом это начал утеплять стены. Там толщина теперь такая вот еще... Это специально в магазине продают такой материал какой-то. Я его не знаю. Ну, это утеплил стены. Теперь там все стало... Это была холодная веранда. Теперь она теплая. Это она будет у нас отапливаться. И там будет тепло. Там вот у нас, как видите, все коммуникации. Поближе. Садитесь сюда. Сантехники подведены. Теперь это... Потом еще... После этого у нас начались какие-то такие сложные работы. А, окна. Сняли окна. Те выкинули на дрова. А, ну... Сделали, поставили вот новые окна. Это тоже продолжительные. Это уже пластиковые? Это пластиковые окна, да. Труд большой, дорогой. Вот. Потом еще... Ну, уже после этого тогда внутренние уже такие вот работы стали. Косметического порядка. Уже шпаклевал. На три раза только Миша у нас это шпаклевал дом. На три раза он его ошпаклевал. Потом после третьего раза... Что, стены были неровные или что-то такое старое? Ну, ее надо было содрать. Потом это новый, это... Большой набел старый был. На белый все. Чтобы вот это все на себя клеят, это не вытягивал. Надо было шпаклевать. Шпаклевал. Он шпаклевал это все. Потом уже гипсом, гипсовая шпаклевка, последняя была у него гипсовая шпаклевка на третий раз. Потом вот эту стену выбросили, которая тут была. Тут была вот такая дощатая стена синенькая. Ну, точно такая же вот стена была, только с таких вот плав. Мы ее вытягивали. Красивый шифонер. Да. Вчера только светила шифонер. Тут разобрали, выкинули старый. Теперь это... Ну, потом, после этого уже начались вот такие работы. Вот обои. Это уже завершение. Потом уже линолеум вот это вот. Потом, ну, гавролины. Потом уже... Потом уже вот потолки начались. Вот. Это морилка. Вот он за это, чтобы говорить. Мам, ну как вот тебе сделают подстаринный такой стиль. Взял это морилка и потом вот это... Засеребрил ее. Да. Это, как она называется, вот эта косметическая краска-то. И жемчуг-то вот этот перламутровый. И вот как седину такую на нос. Белый жемчуг. Да, белый жемчуг. Ну, так вот. Ну, это деревяшка, значит, она белилась до этого. Она белилась. А белый ее чистил. Правильно. Потому что подел на дереве, она со временем... Она вся очищается. Она, это... Он ее, чтобы, говорит, у тебя этого не было. Все. Все, он ее очистил. Она даже заблестела. И вот когда она заблестела, он ее покрыл. И потом уже сверху, она когда высохла, она выстоялась даже. И это он уже под конец потом нанес вот эту сетину. Вот. Ну, а потом уже вот люстра поставил. А я уже... Дровые окна, да? Да. Три стекла. Дровые, да. Три. А этот крюк остался что? А это вот он и там есть, и тут. В деревенских домах всегда это было. И люльки. И люльки для детей. А вы для чего расставили? Во-первых, это уже не выдрать оттуда. Да. А во-вторых, Миша говорит, ну мало ли что, может, у нас и деточки появятся. Пусть это будет, если люльки у нас не будет. Ну, у нас внуки-то есть. Да. Ну, я думал, ты плаваешься. Ну, руки-то... Ну, я не сана, а ты не обрам. Ну, что, удивите меня. Ну, да. Удиви меня. Вот. Ну, можно качелю, например, дети приедут, можно качелю повесить, и, пожалуйста. Здесь такие, как обезьянники. Да, да, да. Ну, я помню, у нас, я сама в люльке росла, и все дети, которых я вот помню, у нас, они всегда в люльке. Я даже ложилась вот так на полу спать под люлькой, а ее вот так вот дерну за эту, за веревочку, она качается, и ребенок спит спокойно. Вот. Это очень удобно. Вообще, это удобная штука, вот, что раньше, вот, дети раньше, они не были вот в этих, в ползунках. Ах, вот, дети до полугода вообще не знали этого ничего, они только были в пеленочках. Их, как куколку свернут, и ребенок рос крепким, здоровым, у него не было никаких вот таких вот дерганий, вот этих вот, каких-то. Он был, да, до своего времени, год он жил в пеленках. И не был таких вот ключковат, и он не был нервным, он, ребенок был спокойный, он всегда был подтянутый, когда надо, его разворачивали, где, какие места ему освобождали, там, ручки, а лучше, когда спать, ручки ему обязательно перенали. И в этих, да, его отложили в эти люлечки, и ее качнут, и ребенок самостоятельно, и с ним не надо было сидеть, его качнут, и он сам уснет, и сам поспит. И к нему не надо было. Люлек не было, а вот качалки у нас были, качалки все росли. Вот такие вот деревянные, у нас тоже была такая. Детская кроватка, она же стоит, как на область такой, и у нас был для более взрослых уже детей. А вот до года ребенок в люльке рос. А у некоторых люльки были не просто на крючке вот так висели, а еще на пружине. Вот такая пружина была, и ее не так качали, а вот так вот качали. Ну, сверху вниз. Ой, я что, не застегнула? Вот, ее качали, и ребенок вот таким образом, и он быстро засыпает, ребенок интересно, растет спокойный, тихий. Ну да, если он спокойный, отравдение. У меня такая спокойная была, я две коляски разбила, пока она выросла до года. Вот так. Я вот здесь хотел крючок этот вырвать. Ну что, пойдемте, я высота. Так, что чуть морку не сломал. Надо было арбуз отмести. А мы принесли арбуз. А я уже нарезал. Это, наверное, Никита ваш, да? Большой арбуз. Нашу арбуз, ваш, нет? Этот, да. Ну, у меня в сумке еще. А где был ваш? Ну, там в салоне в сумке лежит еще. Ну, ладно, будем уходить в сумке. Ну, да. И еще, братья когда уезжали, просили Игнать Тихоновичу отвезти вот там на крылечке, чтобы не забыть поставленное. Это они для Игнатия Тихоновича сумочку поставили. Володя. Вот там вот и ему, там что-то. Ладно. Спасибо, Христос. Проходите сюда. Как вы это? Я сегодня хиромов утром настрякала. Да, теперь вы расскажите, как у вас принимаетесь. Ну, я уже рассказала. А вот, Вадика. Да? Ну, штук 50 у него. Ну, вот, Ивана много Евангелия раздала, значит, хорошо понимали. Кто раздал? Яна. Яна. Я ее Ивана зову. Мы легче так. Ну, это аналогичное, что Иванна, Иоанна, Жанна по-сранцузски. Вообще, Иванна, говорят, болгарская или? Иванка, да? Тогда можно. У него же такие грязные места, не салмы, пожалуйста. Грязные. А здесь вода как у вас подведена? Канализацию. И насос какой-то. Насос. Нет, мы все сделали. У нас вот тут вот колонка наша, вот здесь вот прям под окном, вот с той стороны, там колонка. Это личная наша колонка. И от нее заходит вода сюда в дом. А колонка это к водопроводу. Центрально. Подведена. Вот, от водопровода. Идет вода в дом. Теперь мы все это сделали, коммуникации всякие. Вот здесь вот у нас это вот. Я вам включу и покажу. Вот тут у меня стиральная машина, автомат. Вот. Здесь у нас вот унитаз. Это туалет у нас. Здесь вот у нас еще вода подведена. Вот умывальник. Мы там не умываем. Как сейчас пока умываемся, а будем вообще здесь умываться. А здесь вот у нас ванная тоже. Вот через вот этот вот автоматик вот такой небольшой идет водонагрев. Вода здесь подается и холодная, и горячая. Вот. Вот она проходит вот отсюда и нагревается. Вот. Так что у нас все. А канализация у нас вот тут вот. Вот за стеной вот там на улице. В нескольких метрах от дома погреб такой был. И он хорошо укрепленный, хороший погреб такой. Мы его приспособили под канализационную яму. И, ну, вот пользуемся. Все туда стекает. Там у нас все закреплено. Понятно. У вас курочки свои? Да. Курочки у меня свои. Мы когда сюда ехали, прямо в первый день еще даже не доехали сюда, заехали на птицефабрику и купили курочек. Ну и вот они у меня пока... Несушки большие есть. Нет, они курочки-то сами такие. Но это же с птицефабрики курицы. Не домашние. Они, как бы сказать, у них направленность только вот на яички. Ну, понятно. И они были голые. И когда я первый раз увидел, я испугал. Я вижу, что яйца размеры большие. Да нет. А то есть такие. Ну, вот так вот. Алексей Устина хороший продает курочки. Алексей Устина. Алексей Устина. У него какие-то там породистые. Породистые. Ну, вот мы... Это на лето я его закажу. Ну, вот так вот у нас тут. Все это мы вот... Все это сделано вот своими руками. Вот мы с Витей вечером вот уже спать ложится. Обои вот здесь вот клеили. Уже когда нам сделали, мы с ним тут наклеили. А потом Миша приехал, потолки наклеил сюда. Вот это вот она была одна общая веранда. Вот это была кладовка. Ну, такая была... Можно сказать, ну, никакая. Никакая. Только дощатая. Мы из нее сделали вот теплая. И это разделили вот напополам. Вот досюда. Там у нас холодный пока вариант. Ну, он так и будет. Там не будет отапливаться. А здесь теплый вариант. Здесь будет отапливаться. У нас вот это вот стоит вот отговоритель. Это здесь электрообогреватели такие, которые... Потому что мы... Вот этой двери не будет. Вот мы ее сейчас оставили пока. Ну, видите, вот она где будет. А котел в печке вы меняли или нет? Нет, здесь котел хороший. Хороший, да? Здесь котел хороший. Он монтирован внутри печки. Вот здесь вот. А тут русская печка. А вы видели у вас наверху? Там, наверху, там. Ну, там, в крыше. Вот. Здесь у нас русская печка. Она работающая. Здесь и хлеб можно печь. Ну, все здесь классное. А я даже свою булку привез с русской печки и спелку. Ну, вот. Ты с собой взял? Да. Вот так вот угостишь нас. Да. Вот. А вот эту вот мы ремонтировали. Вот видите, она вот сейчас в каком состоянии. Она уже подготовлена под кафель. Вот уже купили, привезли. На клее кафель и все. А вот это вот? Это все будет убираться? Нет. Это наоборот. Это я сейчас вот ее замазала глиной. Она глина. И на нее кафель? И на нее, да. Я хотела... На клее что отвалится? Клее кафельную глипку. Это... Она сначала будет промазаться клеем. Есть такой клей специально какой-то... Называется... Как-то супер сильный-то вот, который супер. Вот это... Я хотела-то ее затереть. Вот как обычно мы песочком-то затираем. Вот это потом, чтобы она вот так вот, чтобы было можно ее белить. Все. А мне сын позвонил и сказал, нет, мама, не затирай. Вот от глины так и оставь. Потом я это буду все клеем промазывать. И потом на клей уже будет садиться плитка. Ну, помоги вам, Господи. Ну, вообще, вот эта глина, это она от горячего сразу отщелкивается. И я лично вам бы посоветовала все это снять. До кирпичей. До кирпичей. Он вообще... На кирпич, вот. На кирпич, вот я так и говорю. Вот она, видите, вот эта вот сегодня отвалилась. Он мне, Миша, и сказал, мама, ты этого не делай. Потому что мне этого не надо. Это будет на клей, это вот это, до кирпича. Может быть, я что-то... Нет, вы правильно говорите. Он тоже мне так сказал, что это не надо мазать. Что это надо вот... Вот она, что, затирка, вот как она была... Не затирка, а вот глина, вот когда посадили... Вот как кирпич положено, его вымыть весь. И даже пазы вот эти прочистить от глины. Вот тогда плитка будет держаться. Вот так. Ну вот он мне тоже так говорил, так вы сейчас говорите, что не надо, мама, это не делать, что это... Да, она вот уже облупилась. А мощный, сильный клей, он же на себя все потянет. Он потянет. И он вместе с плиткой упадет. Ну вот хорошо, спаси Христос. Я это буду знать, я обчистим. Это что готов? Я вспомнился, я не буду. Люба, поскольку ты это... Скажи, пожалуйста, вот на это... Вот на это... Как это... Плитка влияет. Плитку на это сажать. Опять, тоже чистить надо это? Да, желательно вот это, потому что это набил. Да, это набил. А глину-то, про набил-то понятно. А глину надо убирать до кирпича? Тут, по-моему, оно, видите, оно хорошо держится. Тут не надо. Не надо, оно же тут затертое все. Вот, тут вот, вот где лупится, вот эти вот чели расшить, вот это все снять. А вот вопрос такой еще, если вот, как вот плиткой кафельной ее обшить, тепло будет это отдавать плиткой? Конечно. А я сегодня уже спрашивала. Она так же, как кирпич, она прогреется, и все, и она потом чуть-чуть потопили, она уже горячая. Я уже сегодня одного спросила, у нее уже много лет под плиткой, он говорит, ой, Нина, не беспокойся, заглеивайте. Мне говорят, у тебя уже давно хорошее, и не бойтесь, она прогревается хорошо. Ребята, просто влажной тряпочкой протерла, но опять бессилла. Да, да, да. И прикоснулся, не замарался. Да, да. А так, а ты звездки вечно. Я не познакомила вас, Виктор Матвеевич, это мой муж. Мы все поняли это. Вот в конце-то я все умела. И он был у нас в лагере. Для новых людей. Он же был в лагере у нас? Да, он у нас был в лагере, и с того дня, это уже было 8 лет назад, и он там бросил курить. Вообще он был курить 8 лет, и боже чудо произошло. Он курятину бросил. Слушайте, дело в том, что у меня подруга приезжала ко мне в гости из Благовещенки. Она курила с 15 лет, она на 2 года старше меня. И она приехала, у меня пожирала неделю, и приехала домой, как вот говорят в народе бабушка. Бабки отчертали. Все, ни разу больше в жизни она не взяла. А у нашего произошла беда, приехал, охота курить, а два дня до этого он уже не курил, потому что туда ехать надо же очиститься, нельзя ему. И он приехал туда, и уже терпения-то нету. И подходит, а там были корреспонденты с Новосибирска, с Москвы. И он только на мой подошел, и говорит, мне говорит, дайте это, закурить. Я же, говорит, вижу, что у вас вот здесь вот эта сигарета-то, дайте. И ну, ему один дал. Дал, а прикурить-то где и как, и все. Он мучился, метался негде. Потом, а Володя разводил костер. Он пошел туда на костер, и у Володи говорит, Володь, дай мне спички. Он говорит, дядь Вить, а тебе зачем надо? Да я, говорит, не скажу. Дядь Вить, ну я же знаю тебе, зачем надо. Я тебе не дам. Ты сам в ад летишь, и меня за собой ты тащишь. Все. И он, говорит, я оттуда вышел, полез, а мне, говорит, она вот вся, вся сигарета размялась. Не вся, не вся, пополам сломалась. Вот, сломалась, размялась. И все, вытащила, выбросила. Не выбросила, я домой привез, как участие на доказание. Сувенир, вот так вот. Ну и вот 8 лет. Вот, а ты у меня с подругой бесполучилась. Так муж говорит, то ли мне клюбе в гости съездить. До сцеления. До сцеления. Ну все, братья, садитесь. Давайте, молимся. Помолимся. Давай. У нас иконки. У нас иконки. А вообще мы там. Я уже не верю никому. А теперь, Господи, я хочу скурить там. До святится имя Твое. До прийти царствие Твое. До будь воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный. Дашь нам дни, и сиростави нам домги наши. И яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди на свое искушение. Но избави нас от лукавого. я готовить царство и силы и славу веки благослови господи осветись и дары дары принять их чувством благодарность тебе за все хвала слава честь и поклонение отец и святой дима я уже все раздавать у меня только осталось такое так я вот это вот можно отставать я наверно вот сюда вот поделать такой чай у вас облепиха это рябина вот это да ассорти называется как вода смородину загружать у меня здесь еще не все есть из предметов домашнего обихода мне только пока самое необходимое то что мы сюда привезли в начале в самом начале что для себя только и пока у нас еще все там дома мы сумку то привезли на не на лицо на евангелие вам оставить оставьте у меня всего два экземпляра осталось два экземпляра две два евангелия все да сколько вам оставить сколько будете сколько осталось я оставлю сколько мы евангелие распространение у кого сколько брали тебя что 50 вместе у нас уже не меньше никита больше я 20 и второй раз 4 по-моему и одну можно я снимал все я вот это ой включи в розеточку вот сюда достань там так подвиньте и аккуратно чтобы не стоят ну вы по деревням ходили я представляю какой ваш дом деревянный потому что вы видели подобное тем более бревенчатый и что из него получилось в ходе перестройки понятно бываешь зайдешь там какая-нибудь бабушка такая и вот бревенчатый дом такой запах старорусский мягко говоря а тут уже городское такое устройство так и с русским русская печка еще не пробовали а он черный там пикливый что-то нет это до меня-то люди же здесь а вы еще не не это нет я ее не пробовала печку потому что она в хорошем рабочем состоянии и я ее не но она неправильно выложена у нас она она покушала она она же раньше да я уже полила арбузик нарежьте да почему давай хозяйский ну того и другого хорошо а вы это не пробовали вот это которые из печки вот это по тебе здесь тяжело я всегда могу попробовать ну вот вот так помаленьку мы осваиваемся здесь ухо я его не разрежу никита помоги пожалуйста нет все пошло ладно все слава богу это верхняя курочка да у него верхние подсушены по 20 булок печешь наверное да ну да ну да Продолжение следует...